Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Александр Демченко, и это означает, что вы на каналах Дмитрия Гордона, в гостях у Гордона. У нас новая программа, которая называется «Невыученные уроки». У нас в гости сегодня российский историк Андрей Зубов. Андрей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, рад очень вас видеть. Взаимно. Друзья, ну а перед тем, как мы начнем, я вас попрошу обязательно поставить лайки в огромном количестве. Мы должны наконец-то взломать эти алгоритмы Ютуба. Пожалуйста, оставьте свои комментарии. И лучшие из них, я обещаю, я направлю Андрея Борисовича, быть может, на некоторые из них он даже даст ответ. Обязательно подписывайтесь на все наши площадки. Напоминаю еще раз Дмитрий Гордон, гостях у Гордона и на Ютуб-канал Олесе Бацин. Андрей Борисович, скажите, Путин боится КГБ, как думаете? Ну, понимаете, Путин боится, видимо, всего. На самом деле это трагическая участь всех тиранов. Они в какой-то момент начинают дрожать за свою жизнь и видят всюду своих врагов. Я не хочу быть голословным. Во время ковида все видели, как Путин сидел, если уж принимал кого-то после многих дней карантина, то сидел на другом конце гигантского стола. То есть он очень боится за свое здоровье. И это лишь один из признаков страха. Понимаете, бояться за свое здоровье, за свою жизнь. Что такое КГБ? КГБ – это организация, которая создала Путина. То есть это организация, которая фактически является стержнем всей российской жизни, начиная с момента своего создания, с декабря 1917 года. И они это отмечают каждый год. По-моему, создание было 20 декабря по новому стилю. И эта организация была создана для того, чтобы быть, ну, если угодно, боевой организацией той бандитской мафиосной структуры, которую мы называем «большевики», и которая захватила власть в России вот как раз в ноябре 1917 года. А КГБ была ее боевой организацией. Они убивали, они пытали, они арестовывали, они устраивали террор по приказу этой высшей власти, которая сначала, как известно, была Ленин, потом Сталин. Потом КГБ попыталось взять власть в лице Берии. Не получилось, Берию убили, его приспешников многих убили. КГБ была поставлена под власть партии при Хрущеве. То есть как бы вернулась к своему изначальному положению, которое было при Ленине и Дзержинском. Во время событий 1991 года и вообще во время перестройки КГБ было несколько отодвинуто. Оно уже обмякло, оно ослабло, и оно было отодвинуто. А разве оно было отодвинуто, простите, Андрей Борисович, но ведь поменялась только вывеска по большому счету. И она менялась каждый божий раз, и его никак никто не хотел уничтожать. Я не говорю о названиях. Названия, понятно, менялись много раз. Сейчас речь идет о месте, понимаете, о месте организации в системе государственной власти сначала Советского Союза, потом России. Оно было разным. Я, например, прекрасно знаю, что в годы моей юности КГБ не имело права даже вызвать меня к себе. Вот, понимаете, на Лубянку, потому что мой отец был ответственным сотрудником, он был член коллегии министерства, адмирал, и после 1956 года, после разоблачительного съезда 1920-го, у КГБ было отнято право, скажем, непосредственной слежки и непосредственного допросов не только самих ответработников, но даже их членов семей, без разрешения самого этого ответработника. А мой отец никогда, я к нему приходил, соответствующий куратор. Из КГБ и просил разрешения, он такого разрешения по отношению ко мне не давал. Я так никогда на Лубянке, слава тебе, Господи, и не был. Вот, так что КГБ было несколько ограничено в своих возможностях, но оно уже прорвалось к власти при Андропе Веснова. Горбачев несколько оттеснил его от власти. Особенно здесь был активный Александр Николаевич Яковлев, горячий противник КГБ. При Ельцине КГБ фактически выполняло, то есть, собственно говоря, оно мечтало вернуться к власти. Но Ельцин и его группа, они отводили ей ошибочно, вот эта организация КГБ, задачу охраны себя. То есть, опять же, ту же, примерно, задачу, какая была, ну, скажем, при Ленине и потом, начиная с Хрущева. От этого не значит, что КГБ стало мягче, добрее, но такая же ужасная, жестокая сатанинская организация, но под контролем другой сатанинской организации, руководства мунистической партии. И вот Ельцин делает свой роковой шаг, поскольку в России не произошло того, что произошло, скажем, в Восточной Европе, в той же Чехии, не произошло системной декоммунизации, не были, в первую очередь, не была возвращена собственность потомкам, ограблены большевиками людей, тем самым не была восстановлена экономическая справедливость, которая лежит в основе политической демократии, а собственность была расхватана олигархами, новыми людьми, в том числе и мужьями, дочерей самого Ельцина, то Ельцин, уходя, решил передать власть Путину, фактически КГБ, для того, чтобы они также охраняли их собственность, как они это делали в советское время. Но, понятно, КГБ на это не согласилась и захватило всю полноту власти, хотя, в общем, договоренности исполнялись в том смысле, что детям Ельцина, дочерям Ельцина было позволено жить спокойно. Потом уже они уехали за границу, но это уже другая история. Итак, КГБ завладело всей властью в России, начиная с 2000 года, и вернулись самые мрачные времена, и постепенно, постепенно эти декорации демократии, которые были при Ельцине, там тоже демократии не было, но были декорации демократии, они сворачивались, и вылезала настоящая диктатура, настоящий авторитарный режим, все более и более жестокий. Но тут самое главное. Понимаете, Путин – дитя этой организации, но эта организация не является его, ну, если угодно, рабом, неподчиненаемым. Путин – только член корпорации. Он раб. И не самый главный. Он раб, Андрей Борисович. Что, простите? Он раб этой организации. Он не раб, тоже, тоже. Чтобы правильно понять ситуацию, надо себе представить, диктатор имеет огромные возможности. Но организация не уничтожена им, она существует, она существовала все эти 105 лет, да, и в ней свои законы, свои правила, мы можем их называть сатанинскими, не сатанинскими, это не важно, это уже оценки, но там жестокие свои правила, в которых Путин не занимает первой роли. Первой роли, я даже не знаю до конца, кто занимает, но это какие-то генералы КГБ, которые были выше его званиями еще тогда, когда разрушался Советский Союз. И в этом смысле они могут соглашаться с Путиным, могут даже понуждать его к каким-то действиям, а могут и не соглашаться с Путиным. И Путин этого очень боится, что они с ним не согласятся, и его просто уберут. Понимаете? Вот давайте я у вас спрошу о том, что его уберут. Я вообще хотел бы перейти к этой теме Сталина. Потому что вот мы все сейчас видим, как Путин, это расследование, как в Карелии, Путин увеличивает и увеличивает свою резиденцию. Уже взял фонтан, отхватил, форель развел, мраморное мясо ест. Но меня, понимаете, не это удивляет. Понятно, что и Ленин, простите, на слове жрал эту икру килограммами на троих, и что и Сталин ел бананы. Меня удивляет другое. И Сталин, и Путин, они схожи психологически. Потому что Сталин возводил дома зелёного цвета с огромным количеством спаленей. Он боялся спать в каждой спальне и переходил из одной в другой каждую божью ночь, потому что боялся, что его уберут. И Путин строит дома, правда, не зелёного, а серого цвета, которые смешиваются с окружающей средой, с огромным количеством спаленей. Он действительно боится, что его прикончат? Нет, ну вы понимаете, я, как говорится, вот вёл рассказ даже не к Сталину, а вёл рассказ к Хрущёву, которого сняли в 64-м году только потому, что глава КГБ, семечастный, сказал, что да, он готов поддержать переворот Брежнева. Если бы он сказал, что он не будет поддерживать, то весь переворот бы захлебнулся. Брежнев хотел убить Хрущёва. Он предлагал устроить какую-нибудь автомобильную катастрофу, семечастный категорически отказался. Сказал, что снимать будем, убивать не будем. И так, как он сказал, так, собственно, всё и произошло. Я думаю, что сейчас Путин старается, и, собственно, не сейчас, а уже многие годы, старается найти какие-то противовесы КГБ. КГБ не управляется им. Понимаете? В КГБ он лишь один из, может быть, руководителей, но один из. А ему надо обеспечить себя от КГБ. И для этого создаются вот такие структуры, как Кадыров со своей Чечерской гвардией, как уже ныне ушедший в мирной прикожек своим ВЧК Вагнер, или, например, Росгвардия с Золотовым, которая полностью зависит от Путина, на которую он тоже доверяет. Вот эти, собственно, структуры создаются как противовес в первую очередь КГБ. Ну, в какой-то степени армии, но в первую очередь КГБ. Вот в этом мире он живёт. Но понятно, что с Пригожным уже закончилось. История Золотов, безусловно, не тянет, Кадыров тем более не тянет на противовес КГБ. Так что КГБ остаётся той организацией, которая контролирует страну. Режим, которая согласилась, а может быть и подтолкнула Путина на войну с Украиной, большую войну с Украиной, а может быть и малую, которая началась в 2014 году, но уж точно на большую, которая началась 24 февраля 2022 года. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а ещё профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы ещё не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать всё. Давайте перейдём к теме войны, потому что это действительно самая важная тема. Путин буквально днями заявил о том, что российская армия должна продвигаться дальше вглубь Украины, оккупировать дальше украинские земли. Но он также употребил своего сочетания создания зоны демилитаризации. И когда он это сказал, я сразу понял, что вся эта история о корейском сценарии для Украины — это путинская ГБшная спецоперация. Потому что мы помним, что после Корейской войны была зона демилитаризации. Понятно, что история не повторяется, но вот о чём я вас хочу спросить. Сталин использовал Корейскую войну, потому что хотел начало Третьей мировой войны, да ещё и с применением ядерного вооружения. Вот Путин, когда нападал на Украину, и когда он сейчас её атакует, он тоже хочет спровоцировать условно Третью мировую, чтобы было применено ядерное оружие? Нет, не думаю. Даже почти уверен, что не хочет. Его задача была совершенно другая. Он надеялся покорить Украину очень быстро, надеялся и обманывался тем, что украинский народ его очень ждёт, за исключением небольшой группы приспешников Зеленского или националистов Западной Украины. И поэтому он у него был совершенно другой план. Никакой войны он ядерной не хотел, очень любит свою жизнь. Он понимает, что ядерная война в нынешнем раскладе почти наверняка его гибель, ему это совершенно не нужно, он этого очень боится, в отличие от умирающего Сталина, которому было в общем наплевать уже на всё. Если вы посмотрите на фотографии Сталина на 19-м съезде коммунистической партии, вы увидите, что это уже такой человек, который не жилец, не жилец. И он хотел с костяной рукой утащить весь мир в смерть. А у Путина совершенно другая, если вы посмотрите на Путина, он явно жилец. Он выглядит очень живенько и помирать ему совсем не хочется. И он планировал совершенно другое. Он планировал, я это знаю лично, вот слышал это, еще был в 13-м году в сентябре на Валдайском форуме, когда он выступал и говорил об этом. Его план был другой. Его план был, присоединив Украину, практически бескровно, как он присоединил Крым, после этого стать опять гегемоном на пространстве бывшего СССР. Понятно, что все остальные республики ему приседнут, ну, кроме Балтийских, скажем. Вот. А после этого, используя свою огромную мощь, содействовать подъему новых правых движений, типа Мари Лепен или Альтернатива для Германии, вот сейчас появилась новая очень неприятная политическая партия в Германии, да, лево-правая такая, вот, собственно, способствовать подъему этих сил, которые приседут ему и создать новый интернационал, ну, его идеологией будет консерватизм, ну, понимаете, как и для большевиков идеология родным счетом ничего не значат для Путина, а это так, для людей обманка, а на самом деле это власть, вот с помощью этого интернационала добиться власти в Европе, возможно, с помощью Трампа и во всем мире. Вот, собственно говоря, был, каков был его план, но Украина создала этот план, понимаете, и сейчас он и КГБ мучительно думает, что дальше, ясно, что Украину они не победят, и, ну, так же ясно, что и Украина, скорее всего, в обозревом будущем Россию не победит, поэтому Путин и КГБ взвешивают различные сценарии, один из них, безусловно, корейский вариант, но я думаю, на него Украина не пойдет, поэтому, если вдруг пойдет, скажем, после того, как перестанут поставлять оружие, Запад, Европа, Соединенные Штаты, ну, посмотрим. Но это маловероятный сценарий. Ну, я думаю, не пойдет, потому как мы знаем, что после Корейской войны не было никакого мира, а до сих пор перемирие и замороженные конфликты, и Северная Корея постоянно говорит, что она в состоянии войны, но тем не менее. Я почему вспомнил Корейскую войну? После окончания, после смерти Сталина, буквально там за два с половиной, за три месяца, Корейская война быстро закончилась, а коммунисты поняли, что необходима разрядка с Запада. Вот по окончании войны, после ухода Путина, условно, война России против Украины так же быстро завершится? Александр Геннадьевич, я должен заметить вам, что Корейская война в головах у верхушки советской элиты, не считая Сталина, но считая Берию, Маленкова, Хрущева, закончилась еще до смерти Сталина. То есть одна из причин, почему они спешили со смертью Сталина, опять же, никто не знает, был он убит или умер сам, он просто помогли умереть, но как бы там ни была одна из причин, потому что он планировал на начало 54-го года вот эту ту самую Третью мировую войну, теперь мы это знаем практически точно, благодаря архивам бывших коммунистических стран Центральной Европы. И чтобы не допустить этой войны, им тоже всем хотелось жить. Какой был жизнелюб Берия, все знают, но все остальные тоже были большими жизнелюбами. Им хотелось жить, поэтому, собственно, Сталина ликвидировали и на самом деле так или иначе ликвидировали. Я подчеркиваю, мы не знаем, был он убит или нет. Но в любом случае переговоры о прекращении войны начались даже не через 2-3 месяца, они начались практически немедленно. Уже на похоронах Сталина 9 марта 1953 года Маленков сказал приехавшему Джоэн Лаю, что надо завершать, и Ким Ир Сену, в первую очередь надо завершать войну. Все остальное тоже были дипломатические шаги, необходимые, чтобы эту войну, понятно, в один день такой не прекратишь. Но инициатива была мгновенная, это была одна из целей. Поэтому я думаю, что сейчас, нас, конечно, в первую очередь интересует не то, что было в 1953 году, сейчас та же самая ситуация. Я думаю, что верхушка окружающего того самого КГБ, а может быть, не только КГБ, но, скажем, и СВР, и президентская администрация, понимают, что война в тупике. Война зашла в тупик. Она не проигрывается, но и не выигрывается. И, кроме того, экономические ресурсы России очень сильно истощены. Война вообще истощает ресурсы любой страны. А ленд-лиза сейчас, понятно, нет. Скорее, санкции как анти-ленд-лиза. И в этой ситуации войну надо прекращать. Понимает это сам Путин? Не понимает. Будет ли он инициатором прекращения войны? Или будет, как Сталин, добиваться победы любой ценой? Но тогда будет ценой. Цена – это голова самого Сталина тогда была. Это вопрос. Я думаю, что именно сейчас очевидно, что война должна быть как-то завершена. И о том, как она будет завершена, будет, безусловно, торговля. А вот с Путиным или без Путина – это открытый вопрос. Понимаете? Мы не знаем, какова сейчас, в данный момент, его позиция. Он, безусловно, хочет жить. Он не фанатик войны, он фанатик власти. Поэтому власть он утратил. Он не смог власть от мира, от Европы заполучить. Как будет строиться дальше жизнь? Открытый вопрос. Я очень заметил это явление такое, что Путин стал на себя примерять в Сталинскую шанель. Примеров безумно много. Депортация детей, военные преступления, преследование эмигрантов, еврейские погромы. Эти заявления бабы должны рожать по 10 детей. Людям ограничивают выезд за границу, преследование эмигрантов. Даже уже взялись законопроекты конфискации. Даже уже взялись за наливайки, как Сталин в 1929 году. Но вот у меня такое дурное предчувствие, не знаю, как у вас, что Путин после этих мартовских, прости господи, президентских выборов в России начнёт террор. Мне интересно ваше суждение, думаете ли вы так или нет, согласны ли вы с этой мыслью. И если всё-таки он на этот шаг пойдёт, чем это всё закончится? Я, во-первых, считаю, что, понимаете, Путин, это слишком просто, Александр Геннадьевич, что Путин примеряет Сталинскую шанель. Да плевать ему на Сталина. Понимаете, и он не имитатор. Ему нужна власть над страной и над миром по возможности. Он совершил неправильный шаг, он это понимает, когда начал войну с Украиной, большую войну с Украиной. Это была его ошибка. Понимаете, до этого жизнь складывалась очень неплохо, даже после 2014 года. И он, конечно, не признаётся себе в том, что это его ошибка. Он говорит, что плохо подготовили, не смогли изменить общественное мнение в Украине, разворовали деньги, которые я на это дал. Но как бы там ни было, не получилось. Всё сломалось. Ему и Сталина с крещенелем неинтересно. Не надо думать, что он просто играет в Сталина. Он не играет в Сталина. Да, он какие-то действия делает похожие, но их делает любой диктатор. В любой диктатуре, будь то диктатура Латинской Америки или диктатура большевистская. Ограничить выезд, въезд. Но я думаю, что не будет он до конца ограничивать, потому что сейчас другая экономическая модель. И как раз надо, чтобы люди уезжали, чтобы не взорвалась ситуация внутри, как, собственно, и Китай поступает. Поэтому я начну с большого террора. Понимаете, большой террор – это ведь подкорки у всех нас, и у нас, и у вас, как говорится, у всех людей, предки которых пережили его в Советском Союзе. Естественно, все боятся. И в КГБ его очень боятся, потому что КГБ отлично помнит, что несколько раз тотальное уничтожение Сталином КГБ имело место. Да, это и Года, это и Ежов, а потом при уже Хрущеве и Маленкове было само уничтожение самого Берии. Поэтому ему, КГБ совершенно не хочет большого террора. Это ненужная вещь. Он вообще не нужен сейчас. Народ достаточно раздавлен тем террором и памятью о нем, чтобы... У него нет в этой памяти старой России, которая была... Возродилась была в России вот в начале 30-х годов, о чем показала перепись населения января 37-го года. Вот сейчас другая ситуация. Поэтому большого террора не будет. Скорее всего, мы должны ожидать или упрощения власти Путина и вот этого реального состояния горячей войны на долгое время с постоянным ухудшением состояния в России, в итоге военно-политической катастрофы. И вот для России. Или же мы должны ожидать смещения Путина, скорее всего, и быстрого перехода к переговорам, но без всяких, понятно, этих самых линий демилитаризованных, а к возвращении границам 91-го года. Ни Украина, ни мир не согласятся на какое-либо изменение территории в Украине, а Россия не может нести войну. Так что волей-неволей придется возвращаться к ситуации границ 91-го года. А вот дальше уже открытый вопрос. Что выберет Россия? Противостояние и перстывание в себе вот этой ненависти к той же Украине, пусть даже в границах 91-го года. Или же желание восстановить отношения с Западом заставит Россию попытаться признать статус-кво, демократизировать свою жизнь, худо-бедно открыться Западу. Это открытый вопрос. Возможно, у него варианты. Друзья, а вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы и оставляйте свои комментарии. Напоминаю, лучшие из них я направлю Андрею Борисовичу. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордон Шоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордон Шоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордон Шоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Андрей Борисович, Вы уже упомянули о социально близком элементе, покойном ныне Евгении Пригожине, который шел на Москву. Но вот что я заметил, что ни Кадыров, который особо-то и не рвался защищать Путина, ни российская армия, которая куда-то улетучилась, ни Медведев, который сразу уехал из Москвы, ни огромное количество олигархов и чиновников, которые покинули столицу и Петербург, не стремились защищать Путина. Скажите, вот российская армия может выступить против режима, против Путина? И при каких условиях это может произойти? Ну, Вы знаете, фактически российская армия на уровне своих генералов уже выступила против Путина, и результатом этого была исчезновение, отставка генерала Суровикина. Вот, то есть армия поддержала фактически Пригожина. Значительно, я говорю не о тех людях, которые назначены Путиным как руководители, там, Министерства обороны, а реальные военные генералы, они поддержали фактически Пригожина. И Пригожинский мятеж, он важен еще тем, что никто не поддержал Путина. Понимаете, мы можем говорить о там олигархах, ну, олигархов горсочка, а народ не поддержал Путина. Понимаете, в Ростове-на-Дону, куда отправился Пригожин со своей вольной армией, там все им дарили цветы, обнимали, целовали. А когда уже Уткин со своими бойцами отправился на Москву, тогда из Воронежа к ним была прямо депутация отправлена, и говорили, что Вы, ребята, молодцы, только к нам в Воронеж не идите. Не надо. А на Москву, пожалуйста, мы вот прямиком. Вот. Вот такие были настроения, понимаете. И никакая не Росгвардия, никто, в общем, ну, несчастные летчики, которые послали их бомбить, они, летчики, наверное, все равно оторваны хотя бы чисто потому, что они в воздухе от этой ситуации, но они погибли. А вот армия нет, никакая армия не стала сопротивляться, и не стала бы сопротивляться, совершенно очевидно. То, что Пригожин дошел фактически до Аки, как белые, в 19-м году, только за один день, это вообще удивительное дело, но это абсолютный факт. Понимаете, значит, никакой поддержки Путина нет, и это на самом деле страшнейший был звонок для всей элиты. В народе Путина не поддерживают. До этого он говорил, что вы там в олигархе мерзавцы, а народ за меня. Нет, народ не за меня. Народ не за него. Вот. Второй, конечно, звонок произошел уже сейчас. Это голоса за Надеждина. Понимаете, Надеждин, ну, естественно, против Путина, он кандидат, против Путина, а не за Путина, но он против войны. Пусть это против войны в рамках системы, он оговаривал с тысячи раз об этом, но все равно он против войны. И опять же, очереди его поддержку. Значит, люди в России не хотят продолжения войны, им надоела эта война. И это второй звонок. Значит, не только народ против Путина, народ против войны. Ну, понимаете, Андрей Борисович, вот здесь, в Украине, есть немножко другое мнение о Надеждине, потому что мы следим и понимаем прекрасно, что Сергей Владимирович Кириенко, щедровитянин, поддерживает этот проект, первый зам главы администрации президента. Мы прекрасно понимаем, что то, что поддержала Надеждина оппозиция, для нас это вообще что-то сродни сумасшествию, так как по большому счёту это означает, что она поддержала нелегальные выборы Путина на оккупированных украинских территориях. И, конечно, для нас это тоже какая-то большая такая травма, но мы, скажем так, тоже следим. Ну, вот о чём я у вас хотел спросить. Вы несколько раз уже говорили в разных интервью, что нынешняя война России против Украины это условно вакцина, таблетка от имперскости для россиян на последующие десятилетия, надеюсь. Но вот у меня вопрос, с чего вы это взяли? Почему вы так считаете? Например, директор Эрмитажа Петровский чётко говорит, да, я имперец. Как может, в принципе, страна, которая провоевала две трети жизни, вообще получить какую-то таблетку от имперскости и перестать завоёвывать другие страны? Александр Геннадьевич, ну, я как понимаю, это главный вопрос, собственно говоря, нашей беседы. И я действительно в вашем интервью об этом не говорил, но я об этом не говорил и писал не раз в последнее время. Речь идёт не о войне как таковой в Украине, а речь идёт о проигранной войне, неудачной войне. Если война в Украине была бы удачной, то, понятно, имперскость русского народа только усилилась бы. И много бы сторонников, между прочим, нашлось бы этой имперскости и в Украине. Но война оказалась неудачной. Война оказалась неудачной, тяжёлой, кровопролитной и бессмысленной. Бессмысленной. И вот эта бессмысленность войны, она меняет сознание людей в России. Я в своих интервью пытался объяснить, почему, собственно, понимаете, имперский синдром сложился в России. Ведь особенность имперского синдрома заключается в том, что от этой империи люди ровным счётом ничего не имеют. Они не становятся ни богаче, ни свободнее, ни счастливее. Они только имеют факт того, что они же являются гражданами гигантской страны, которой все боятся и которой все подчиняются. Удовольствия от этого ровным счётом никакого нет у нормального человека. Вот. Но это привитое чувство, которое прививалось в России, начиная с Петра Первого, То есть, когда была идея того, как заставить крепостных мужиков идти умирать за какие-то царские политические планы. Понимаете, что терять мужику? Ничего не терять. Зачем ему идти воевать? Он может взять и взбунтоваться и всё. У него же оружие в руках. И вот поэтому был дан вот этот наркотик, что это великая славная страна, это ваша страна. Хотя вы рабы, вы не имеете ни собственности, ни земли, ничего, но это ваша страна и люди на это шли. Ну, на какой-то степени потом перестали на это вестись, произошла революция. В пятом, потом в семнадцатом году и обе революции произошли в результате, кстати говоря, неудачных войн. И советское государство, которое поставило человека российского, ну, не только российского, и украинского, и любого, в столь, опять же, ужасное положение, оно опять же использовало эту же доктрину. Ты ничего не имеешь, но ты гражданин великой страны. И многие на это велись, но уже в Афганистане все это дал трещину. Но Афганистан далеко, и небольшие войска там были задействованы. А вот сейчас, сейчас это может дать слом такой же, как в семнадцатом году. В семнадцатом году от имперской идеи не осталось ничего. Солдат воткнул штык в землю и отправился к своей бабе в Тамбовскую деревню. Понимаете, и на империю было наплевать. Империя, может быть, была в головах у каких-то белых генералов, красная империя была в головах у Ленина и Троцкого, но народу на это было наплевать. Вот. И вот сейчас такой же имперский слом. Я вижу, что мы на грани такого же имперского слома из-за такой же неудачной войны, какой была Первая мировая война, но до этого русско-японская война. Знаете, я, как и миллионы украинцев, не верю в то, что Россия по окончании войны, после проигрыша исправится или изменится, во всяком случае, в скорейшем времени, спустя 2, 5, 10, 20 лет и так далее. Потому что для меня путинизм — это такой же большевизм, для меня Путин и его комарилии — это такие же ленин и сталинцы их экспроприации, грабежами и террором. Но самый ключевой вопрос здесь в ином. Что должен сделать Запад? Какие конкретные шаги он должен предпринять для того, чтобы в России реваншизм как явление не возник? Ну, вы понимаете, ведь Запад может не все. Чтобы реваншизм Германии не возник снова, Западу и России, и Советскому Союзу пришлось завоевать Германию. Но вы понимаете, какой ценой это было сделано. И сколько лет шла эта война. И я думаю, что никто на Западе, никто не думает о завоевании сейчас России. Никто. Все думают о том, чтобы восстановить ненормальные отношения. После Путина, после признания границ Украины, но восстановились ненормальные отношения. Никаких иллюзий насчет того, что Запад пожертвов миллионами своих солдат завоюет и разрушит Россию до тла. Не надо строить, этого не будет. Я о другом спрашиваю условно. Я спрашиваю о том, что мы знаем эту форму 4D в отношении к Германии. Я понимаю ваш вопрос. Да, но форма 4D она работала в Германии. Наши слушатели наверное тоже знают. Демократизация, денсификация, демилитаризация, декоративизация. Она работала в Германии именно потому, что там была союзная администрация антигитлеровская после 1945 года. Понимаете, к чему я веду? Что любой диалог с Западом будет не у капитулировавшей России. А у России, которая ушла с Украины, но при этом сохранила свою силу и которая показала, что она может воевать, потому что в Украине в общем она смогла воевать. И ее не разбили украинские войска со всей западной техникой. Как думали это сделать в 1923 году, но не получилось. Поэтому надо будет вести диалог. Вопрос в том, с кем вести диалог. Какие силы придут в России к власти? Это будет тот же КГБ или это будут антикоммунистические силы, предположим, наша партия народной свободы, которая с самого начала выступала против войны в Украине, аннексии Крыма и так далее. Это открытый большой вопрос. Это вопрос политики уже. Понимаете? И от того, кто будет у власти, от этого и диалог будет совершенно по-другому строиться с западом. А с одними, если я буду скажем, потом КГБ, что будет в общем-то большой степени изоляция и большая опасность. Это будет просто отложенная война. Если придут в власти силы демократические, прозападные, так же, как на Украине, скажем, то тогда, понимаете, верят в это украинцы или не верят, но в любом случае тогда будет восстановление демократической России и, соответственно, мир станет намного более гармоничным и прочным в северной часть, в северном полушарии. А как вы считаете? Украинцы будет намного лучше от этого. Да, но будет ли это, я не знаю. Как вы считаете, необходимо ли по окончанию войны оставлять все равно санкции, пускай в частичном варианте против России и требовать репарации? Ну, что касается репараций, это, понимаете, естественная вещь. Коль ты пришел, совершил преступление, разрушил инфраструктуру без всякого, без всякой причины, то есть, ты не отвечал на нападение другой стороны, ты просто совершил агрессию, то, конечно, надо в той или иной форме участвовать в восстановлении страны, которую ты разрушил. Можно это назвать разными именами, разными, но, безусловно, Россия должна это делать, это очевидно. Вот, что касается санкций, вы понимаете, это ведь палка о двух концах, если все санкции будут сохранены, то тогда каких репараций можно идти речь? Никаких. Значит, соответственно, помощь Украине и страны России, возможно, в том случае, если Запад будет ослаблять, в том числе банковские, банковские, вот эти непроходимые стены между Западом и Россией. Вот, то есть, это вопрос серьезного торга политического. Мне кажется, что как раз постепенная отмена санкций с одновременной помощью Украине страны России и поддержкой демократических сил в России, она и есть ключ к очень небыстрому изменению положительной ситуации, ну, скажем, на постсоветском или вообще на пространстве или в Северной Ибраасе. Это непростой момент, это не в один день. И, понимаете, здесь вообще не может быть разговоров украинец сказать, Александр Геннадьевич сказали, что Украина не верит. Это вообще не вопрос веры. Понимаете, верить надо Богу и в Бога. А здесь вопрос политической некой ситуации, политической модели, которая имеет много неизвестных, но которую надо решать. Здесь не вопрос веры. И вообще вопрос веры тут не стоит. Друзья, обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Дмитрий Гордон, гостя Бога Гордона, YouTube-канал Олеся Бацман. И оставляйте как можно больше комментариев. Кликайте, ставьте лайки. Андрей Борисович, два коротких последних на сегодня, надеюсь, вопроса. Можно ли по окончании войны, вот вы несколько раз уже возвращались к этой теме КГБ, но можно ли по окончании войны уничтожить КГБ? Вообще это возможно? И что необходимо для этого сделать? Я думаю, что это необходимо сделать. Вообще, если мы не сделаем двух вещей, если мы не проведем системную декоммунизацию в России, включая институцию прав собственности, потомков тех людей, которые, предки, которые потеряли собственность, ну, между 17-м и 32-м годом, имеется речь о коллективизации, если мы не вернем реальную собственность, если мы не уничтожим КГБ, проведем системную иллюстрацию, связанную с вот этими органами, репрессивными органами большевистской системы, которая существует до сих пор, будущее России мы не построим. Это совершенно очевидно. Мы будем опять и опять возвращаться к старым. Поэтому это совершенно необходимый вещь. Что надо для этого сделать? что касается институции собственности, все понятно. А что касается КГБ, просто ликвидировать эту организацию тотально, как было ликвидировано Гестапо в Германии и создать новую контрразведку. Обычно ее создают на основании военной контрразведки, которая не связана с КГБ. Она необходима любой стране. И я думаю, что что-то подобное, тем более, что армия КГБ в большой конфронтации друг с другом находится. Я думаю, это возможно будет сделать. Также точно как необходимо очень сильно инсифицировать систему судов. Судебная система у нас оказалась полностью подчиненной исполнительной власти. Понятно, те судьи, которые исполняли неправосудные, не объявляли неправосудные решения, они должны быть отстранены. но, опять же, здесь есть международный опыт, это адвокатура, которая борется за достоинство человека, и вот за этих адвокатов будут будущие судьи. Это все возможно. Понимаете, у нас есть такие разработки Эпли, очень хорошие разработки Боблинского по именно так называемому переходному правосудию, вот выходу из тоталитарного прошлого, и я думаю, что все это в принципе можно осуществить. Если коротко, Россию ядерного оружия необходимо будет лишать? Это, опять же, вопрос, что значит лишать? Понимаете, если бы Россия была завоевана, ну, там, понятно, никакого огняком оружия, больше речи бы не было, но Россия не завоевана. Но Украина тоже не была завоевана? Нет, у России нет, но Украина никто бы не лишил, ядерного оружия, если она бы сама не поверила улещеванием Соединенных Штатов, Великобритании и России. Понимаете, никто бы не пришел на Украину и не заставил бы ее силой отдать ядерное оружие, очевидно. Вот, Украина согласилась и, наверное, сделала правильно, потому что никто не ожидал, что так развернется ситуация. Вообще, вот, теперь, что касается России. Я думаю, что единственный способ поставить вооруженные силы России, в том числе ядерные, под международный контроль, это включение будущей России в НАТО. Россия не когда-нибудь согласится просто отдать ядерное оружие. Ради чего? Она же не проигравшая страна, понимаете? Ради того, чтобы снять какие-то санкции. Ну, санкции стоят меньше, чем ядерное оружие. Поэтому есть ли только вопрос интеграции России в международные структуры НАТО, Евросоюза в той или иной форме, это уже, опять же, вопрос политического торга, но только в этой ситуации ядерные ресурсы России ставятся под контроль. Иначе Россия не пойдет на это, я думаю, ни при каком режиме. И та политическая сила, которая выступит с таким предложением, собственно говоря, отказаться от ядерных сил, потому что мы как были агрессорами, она не получит и 2% голосов на демократических выборах. Так что она никогда не сможет осуществить свои планы. Надеюсь, мы в дальнейшем разовьем еще нашу эту дискуссию. Последний вопрос, Андрей Борисович, как думаете, чем кончит Путин? Как он вообще закончит свои годы? Вот это, понимаете, я никак сказать не могу, потому что история, а я же историк, в общем, она наука о том, что было, она не наука о том, что будет. Это надо вам было бы с какой-нибудь новой ванной спросить, у какой-нибудь предсказательницы. Но тем не менее, мы знаем, что было со Сталином, что было с императором, с папой, мы знаем, что... Варианты разные. Варианты разные. Значит, нас же интересуют не как бы физические проблемы Путина. Конечно. Конечно, потому что человек, как любой человек, может заболеть в любой момент, это понятно. Вот, нас интересуют политические моменты. Политические, я думаю, что вот поражение такого масштаба, какое уже пережил Путин в связи с агрессией в Украине. А вы, кстати говоря, обратили внимание, дорогие зрители, и вы, Александр Геннадьевич, что когда Путин жестоко объявлял о начале войны, да, 23 февраля 22 года, у него было обреченное лицо. То есть, в какой-то степени он, или что-то в нем говорил, что совершаешь катастрофически для тебя самого шаг. И так оно и было. Вот. Поэтому он проиграл исключительно масштабно. Ради своего спасения, я не говорю спасения России, об этом мало кто думает в русской элите, но ради своего спасения, ради спасения своих капиталов, своих средств, своих возможностей, скорее всего, он лишится власти. В той или иной форме. Или в форме самой трагической, или в форме более мягкой, которая была у Никиты Сергеевича Крущева. Но, скорее всего, он не сможет управлять страной после такой неудачи. Тем более, неудачи, которая удачей уже совершенно ясно не обернется. Вот об этом только можно говорить. Спасибо большое, Андрей Борисович. Друзья, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Напоминаю еще раз Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона YouTube-канал Олеси Базман. Мне было безумно интересно. Спасибо, что вы были с нами сегодня. Андрей Борисович Зубов. Ну, а сами, друзья, мы не прощаемся. До новых встреч. Обещаем огромное количество новых и новых видео. До встречи. Пока. Всего доброго. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания, Александр Гиванч.